СЕРАЯ ОСЕНЬ Мелкий дождь. Погода явно не радует. Я сижу мокрый на бордюре и смотрю на небо чуть-чурить, чтобы капли не попадали мне в глаза. Слезы дождя продолжают падать на меня, так как зонт я не ношу с собой никогда, всегда принимая погоду такой, какая она есть. Мне некуда спешить. Я никому не нужен. Я нигде не живу. Вместо этого путешествуя от города к городу, я смотрю на людей. Я смотрю на их проблемы и не только. Я смотрю на тех, кто их сопровождает. А это бывает по-разному. Порой это кто-то добрый и светлый, кто-то полный ненависти и зла. Вот как сейчас. Из здания полиции, что располагалось напротив меня, вышла женщина в слезах. То, что следовало за ней, заставило меня задержать на ней взгляд. За ней тянулось облако липкого, животного ужаса. Когда женщина проходила мимо меня, я молча достал пачку сигарет и, по-прежнему смотрев никуда, протянул ей. Женщина на миг перестав рыдать, с недоумением посмотрела на меня и, не говоря ни слова, достала предложенную сигарету. Подкурив, женщина села рядом и снова заплакала. Я не торопился вступать в диалог, понимая, что это бессмысленно, и сейчас невозможно получить ответы на интересующие меня вопросы. Время шло. Сигарета заканчивалась, и женщина, словно на что-то решившись, встала и снова направилась к зданию полиции. Они не помогут. Мой голос был спокойно бесстрастен, но девушка так вздрогнула от него, словно я истошно вопил. Докурив сигарету, я встал и медленно пошел по улице в противоположную сторону. Я чувствовал ее эмоции и знал, что у нее не было выбора, кроме как следовать за мной. Что вы имеете в виду? Как послушная собачонка, женщина засеменила следом за мной, даже не спросив, куда мы направляемся. Вы хотите, чтобы полиция решила ваши проблемы. Но ваши проблемы не связаны с другими людьми. А иные проблемы те бравые ребята не решают. Но откуда вы знаете, что меня беспокоит? Я много чего знаю. Дойдя до небольшой беседки, я сел на лавочку, посмотрев на женщину. Она без лишних вопросов села рядом. Ничего не говоря, я смотрел ей в глаза минуты три, после чего она сама заговорила. В моем доме кто-то живет. Я постоянно слышу шаги, я чувствую, что кто-то стоит у меня за спиной. В доме пропадают вещи, и мне кажется, я видел что-то в зеркале. Я лениво зевнул, изображая полнейшую скуку, и закурил. Вы мне не верите? Обиженно пропыхтела женщина. В полиции мне тоже не поверили. Я говорю вам правду, не более чем на 20%. Все остальное – ваши выдумки. Мне надо посмотреть ваш дом. Судя по глазам женщины, до нее начало доходить реальное положение вещей. Что она прошла несколько кварталов следом за незнакомым парнем, а сейчас он хочет попасть к ней домой. Причем мой вид явно не внушал доверия. Парень, видавшим виды плаща, типа френч, потертые берцы, черные джинсы, в тонном футболка с черепами. Субкультура. Она привстала, решив закончить нашу беседу, но, встретившись со мной взглядом, села на место. Мне пока что не нужна ваша квартира. Я хочу посмотреть на дом, где вы живете. Я могу пройти туда с вами или проследить за вами, когда вы уйдете. Решать вам. Выбора у нее не оставалось, и спустя 20 минут я стоял у самой обычной пятиэтажки спального района. Внешне она ничем не выделялась среди своих близнецов, но я чувствовал ее особенность. Моя цель была именно там. «Меня зовут Ольга», – тихо произнесла женщина. «Мне все равно», – равнодушно произнес я. «Меня можете звать как вам угодно. Вы живете на третьем этаже. Вон та квартира». Мои слова поразили женщину. Она заметно побледнела. «Вы что, следили за...» «Оно там, идем!» Ольга послушно впустила меня в подъезд и, заметно нервничая, открыла передо мной входную дверь. Увиденное в прихожей мне сразу не понравилось. Там висело зеркало напротив входной двери. Обычное зеркало, но я чувствовал, что проблем с ним будет очень много. Твою мать! Сквозь зубы процедил я, развязывая шнурки. Этого только не хватало. «Что-то случилось?» – взволнованно посмотрела на меня Ольга. «Кто повесил сюда зеркало?» Кажется, мой вопрос застал женщину врасплох. Она какое-то время молчала, после чего неуверенно протянула. «Оно тут всегда висело?» «Хреново». Войдя в квартиру, я увидел мальчика лет десяти, который с опаской смотрел на странного меня. «Не пугайся, Артур, это дядя нам поможет, наверное». Ольга обняла мальчика и начала успокаивающе гладить его по волосам, пока я осматривал поле боя. Обычная двушка. Две комнаты, зал и детская, выходящая в длинный коридор, который заканчивался кухней. Зеркало многое, что не добавляло мне оптимизма. Осмотрев каждый угол этой комнаты, я повернулся к напряженно смотрящей за всем женщине. «Я приду, как стемнеет. Ждите». Но что может быть прекрасней? Торбу мою приятно отяжелял. Груз, находящийся там, пока я неспешно шел на очередное дело. Они не знали, когда я приду, и были до предела напряжены, когда я вошел в их квартиру. Немыслимо. До чего человеком может довести страх? Они впустили незнакомого человека в свою квартиру, а такое возможно только в состоянии полного отчаяния. И почему люди не могут ночью так же подавлять страх перед неизвестным, как делают это днем? Ведь существам все равно, когда проявлять себя днем или ночью. И лишь отсутствие страха у людей при ярком солнечном свете сдерживает их. А ночь? Ночь вселяет в людей опасения и страх, что и дает таким вот гадам проявлять себя. «У вас в рюкзаке какое-то оружие против сверхъестественного?» – напряженно спросила Ольга, прервав мои размышления. «Угу, почти». К удивлению напряженной парочкой я достал из торбы банку пива и, сев на кресло, открыл его и с удовольствием отхлебнул. «Ммм, весь день мечтал об этом. Что это значит? Слушайте меня внимательно». Перебив женщину, я не отрываясь следил за коридором. «По-хорошему, вам надо покинуть эту квартиру, чтобы не видеть ничего. Но я понимаю, что оставить меня здесь вы не пожелаете. Раз так, вы должны дать мне слово, что ни вы, ни ваш ребенок не покинете эту комнату, чтобы не случилось. Вопросы есть? Что здесь будет? Не знаю». Я отхлебнул еще пиво. «Но будет определенно весело. А сейчас слушайте. То, что живет у вас, хочет вас убить. Оно будет издеваться над вами, пока вы не сойдете с ума. Рано или поздно вы проснетесь, и первое, что увидите, это уродливое лицо в паре сантиметров от вас. Тогда у вас просто не выдержит сердце, и ваш сын останется наедине с этим чудовищем. После чего существо примется из-за него. И тут два выхода. Или психушка для малого, или его смерть любым из видов суицида. Я видел, как они все больше бледнеют с каждым моим словом. Я чувствовал, как страх охватывает их разум, порождая панику. Я чувствовал это, и оно должно было чувствовать. Значит, скоро существо проявит себя. Ведь страх для него как наркотик. К концу своей тирады я услышал скрип половиц на кухне. Пора. Встав, я достал небольшой пакет из торбы и, разлив небольшое количество пива у входа в комнату, посыпал лужицу кошачьей шерстью. Если вы покинете свою комнату, я просто уйду, и вы останетесь с ним наедине. Оставайтесь здесь, что бы ни произошло. Ольга кивнула, прижав к себе мальчика. Отлично. Женщина поняла всю серьезность ситуации. Значит, проблем возникнуть не должно. После последних напутствий я достал упаковку обычных посеребренных колокольчиков, продающихся в любой сувенирной лавке, и, открыв ее, высыпал колокольчики в карманы своего плаща, который до сих пор был на мне. Выйдя в коридор, я встал у зеркала, что висело напротив входа, и принялся смотреть в него, не торопясь, попивая пиво. Спустя минут пятнадцать в углу умелькнул силуэт. Это был сгорбившийся старый человек. Он ходил из стороны в сторону, несмотря на меня, но я никуда не торопился. Вдруг он резко обернулся ко мне, и из детской послышался скрипучий смех. Я услышал, как закричал от страха Ольга и проклял тот момент, когда позволил им остаться в квартире. Смех прекратился через пару мгновений, а человек в зеркале уже смотрел на меня из угла прихожей. Теперь его можно было разглядеть. Это был полузгнивший старик, одетый в лохмотье, что... Который он смотрел на меня. Типичный одинокий старик, озлобленный на весь мир. Только немного мертвый. Вдруг на кухне заскрипел пол, и я, не задумываясь, бросил туда один колокольчик, который с оливистым звоном разогнал неприятный звук. Но в тот же момент в меня из кухни полетела табуретка, изрядно повредив мне руку. Я укрывался от табуретки всего мгновения, но его хватило, чтобы зеркало опустело. Старик исчез. Сука. Я закрыл глаза и стал прислушиваться, пытаясь понять, где же искать мою проблему. К сожалению, слышно было лишь тяжелое дыхание женщины и тихий плач ребенка. Медленно пройдя в детскую, я посмотрел в зеркало, стоявшее напротив кровати. Пусто. Остается кухня. Но мой путь на кухню прервал смех детской игрушки, доносящейся из детской. Вернувшись к зеркалу, я немного испокоился. Старик был там. Теперь он скалился на меня из угла комнаты. Кто ты? Звук исходил не от зеркала, а из той части комнаты, где отражалось это существо. Умудренный опытом, я не отрывал от зеркала взгляд и, смотря на старика, неспешно продолжал пить пиво. Ты боишься смерти? Теперь голос был прямо за моей спиной. Я достал второй колокольчик и бросил его за спину. Отражение оскалилось, словно от невыносимой боли. Но вся комната была в зоне моей видимости, и он знал, что я смогу увернуться от любого предмета при повторном броске, а самостоятельно разбить зеркало означало бы его гибель. Теперь он был мой. Что тебе надо? Его скрипучий голос уже переходил на виск. Как скучно. Каждый раз одно и то же. Я по-прежнему, не говоря ни слова, пил пиво, смотря на старика, который метался по всей комнате, как загнанный сверь, но не мог покинуть ее пределы, пока мой взгляд не отрывался от него. Для того, чтобы ускорить процесс, я бросил за спину еще один колокольчик. Старик зашипел от ярости. По комнате стали летать туда-сюда разные вещи, но ни одна не летела в моем направлении. Все было хорошо, пока одна из них не открыла дверь в коридор. Артур, стой! Услышав детские шаги в коридоре, я понял, что вот сейчас-то начнется. А, твою мать! Отвесив парню крепкий подзатыльник, я пинком загнал его в комнату, укрываясь от различных вещей, которые летели в нас с ним из разных частей комнаты. Когда я вернулся, в зеркале было пусто, и было очевидно, что теперь существо не позволит найти его просто так. «Что происходит? Что это было? Кто это?» Крик Ольги еще больше мешал мне сосредоточиться на звуках в комнате. Я запрыгнул в комнату, зная, что здесь оно не рискнет появляться. Упав в кресло, я достал из торбы вторую банку пива и пачку сигарет. Открыв банку, я неторопливо закурил, задумчиво глядя в пустоту и совершенно не обращая внимания на шум за пределами комнаты. «Простите, я не знаю, что на него нашло», оправдывалась Ольга. «Прошу вас, не уходите, не оставляйте нас с этим!» Ее голос не долетал до моего мозга, а сливался с общим шумом. Я думал, как теперь быть. Теперь оно ни за что не появится в зеркале, если я буду рядом. А без этого я не смогу ему навредить. «Разумеется, были и иные способы, но они требовали времени, а оставлять эту семью на день после случившегося было опасно. Выход есть только один, но если вы и теперь не удержите своего щенка, я могу умереть. Но перед этим обещаю, я сверну ему шею. Так оденьте на него строгий ошейник и крепко держите его». Мой грубый тон вернул женщину в себя, и она, крепко обняв ребенка, смотрела на меня совершенно иными глазами. В ее глазах мелькала злоба на незнакомца, который посмел так выражаться о ее сыне. «Отлично!» Гнев ослабил ее страх. Осталось дело за мной. Встав на пороге комнаты, я закрыл глаза и погрузился в воспоминания прошлого, поднимая из глубин сознания самые ужасные минуты, пережитые мной. Минуты, породившие страхи, которые терзали меня много лет. Снова и снова я переживал эти мгновения, в голове чувствую, как спина покрывается липким потом, а паника застилает сознание. Когда меня начало потряхивать, уже от страха я шагнул в неожиданно затихшую прихожую и, встав напротив зеркала, открыл глаза. Я снова увидел его. Старик был очень близко. Он смотрел на меня полными животной злобы глазами и вдруг рванул из зеркала прямо внутрь меня. Глаза застлал мрак, а грудь обожгла невыносимая боль. Сейчас, каждая секунда на счету, я сел на пол в позу лотоса и, закрыв глаза, изменил поток мыслей. Вспоминал, кто я есть. Вспоминал тех, кого я потерял из-за таких, как это существо, как боролся с ними уже много лет. Боль в груди становилась все невыносимей, но я давно перестал бояться боли, поэтому дышал ровно, хотя каждый вздох отдавался диким сжением в груди. В голове гудели множество голосов, некоторые грозили мне самыми страшными муками ада, другие призывали не мучить понапрасну свой разум, расслабиться и принять свою судьбу. Продолжая сидеть ровно, дыша, я приходил в себя. Боль увеличивалась по мере того, когда существо доходило, что оно уже в ловушке, но теперь его ловушкой было не зеркало, а мое тело. Оно могло завладеть только разумом, который подчиняет страх, но страх уже был вытеснен из моего сознания, и существо неистово искало выход. Встав и покачиваясь, я направился на кухню, где ослабленными руками взял кружку и разбил ей окно. Времени оставалось все меньше. Если сознание покинет меня от боли с жизнью, можно будет уже попрощаться. И я подполз к разбитому окну, высунул голову наружу, и меня вырвало кровью. В тот же миг квартиру заполонил отчаянный крик, после которого разом разбились все зеркала, включая те, что были в зале. Затем все затихло, и я опустился на пол, тяжело дыша. Через минут двадцать, поднявшись на ноги, я вернулся в зал и опустился на кресло. Оно уничтожено. Равнодушно посмотрев на женщину, я увидел, как она мертвой хваткой прижимает к себе бледного от страха мальчика. Уничтожено? Поди знай, как его уничтожить. Но оно покинуло вас, так что скоро у кого-то другого возможно появится этот неприятный гость. Хотя такие существа и не являются без приглашения. Это надо знать. Зеркало напротив входа больше никогда не вешайте. Да, и стекло на кухне необходимо вставить. Увы, у меня не было сил открыть окно. Пришлось действовать радикально. Но оно того стоило. Бояться больше нечего. Встав, я отправился на выход, но меня остановил голос Ольги. «Стойте, позвольте отблагодарить вас!» Повернувшись, я спокойно взял деньги, что давала мне женщина, и молча продолжал путь к двери. «Выйдя на улицу, я снова закурил, смотря на хмурое небо, и радуюсь, что хотя бы прекратился дождь». Спустя время во двор вышла Ольга. «Скажите, как вас зовут? Как вас можно найти, если что-то случится?» «Никак». Это ответ на оба вопроса. «Но ведь должен быть способ найти вас. Если бы такой способ был, они давно уже нашли бы меня». Уточнить, кто такие они, женщине, было не у кого, так как я уже шел по улице в никуда, понимая, что мне необходимо побыстрее покинуть этот город. То, что обитало у них в доме, скоро вернется с огромным желанием отомстить. Радует лишь то, что они теперь неинтересны этому существу. Теперь его цель. Я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова